Всем привет! С вами Светлана Бугела и добро пожаловать на мой канал! Сегодня вас ждет красивый деловой макияж с новой гелевой подводкой в аметистовом оттенке. Мне очень нравится эта подводка, я не могла дождаться, когда ее получу, потому что для моих зеленых глаз это самый необходимый оттенок для того, чтобы проявить цвет глаз. Черная стрелка это классика, а подводка, выполненная в цветном стиле, это всегда что-то новое, что-то интересное. Поэтому уверена, что голубоглазые девушки очень оценят эту коричневую подводку. Я пока не знаю, буду ли я открывать ее в тестеры, в пробники, потому что у меня уже просто трещат косметички по швам, а метистовая подводка для меня показалась очень крутой, и я поняла, что ее очень долго ждала, поэтому не могла себе отказать в этом удовольствии. Сегодня особенный день, у меня сегодня праздничное собрание, ко мне в офис придут мои любимые подруги, консультанты, мы будем праздновать десятилетия нашей бизнес-группы, и поэтому макияж должен быть особенный. Конечно же, я должна буду сегодня рассказать обо всех новинках осени, и очень удобно продемонстрировать эти новинки сразу же на себе. У меня уже выполнен предварительный макияж лица, я выровняла тон для того, чтобы не тратить на это время. Макияж глаз я сделаю очень легкий, я буквально нанесу основу под тени, нанесу базовый оттенок теней для того, чтобы века выглядела ухоженным, и на этом остановлюсь, потому что мне очень хочется сделать акцент именно на красивой стрелке. Основа под тени сделает мой век ровненьким, макияж сделает стойким, и любая манипуляция, которая проводится с вашими глазами, она требует особого внимания, потому что кожа вокруг глаз и кожа века очень тонкая, и ее нужно обязательно защищать и ухаживать за ней. Поэтому основа под тени это этап, который пропускать просто незаконно. В качестве основного тона на подвижное веко я нанесу микс оттенков теней засушенная роза и оттенка блоссом, для того, чтобы получить такой свежий эффект. Оттенок получается очень красивым, матовым, и для оттенка новой подводки это будет прекрасная подложка. Все остальное пространство верхнего века я заполняю оттенком блоссом. Получается очень красиво, натурально, естественно, и при этом переход мне очень нравится, он смотрится очень стильно. Нижняя века по-прежнему и внутренний уголок глаза я высветляю с помощью светлых теней, для того, чтобы макияж смотрелся чистеньким и аккуратным. Все, база готова, и теперь я приступаю к нанесению подводки. Так как я уже в пятницу, получив подводку, естественно, ее потестила на руке, кисточка, она немного запачкана подводкой, и сразу же, когда она застывает в остатках подводки, она становится менее эластичной, поэтому перед применением всегда кисточка у вас должна быть хорошо вымыта. Я ее очищаю жидкостью для очищения кисти, вы же можете взять и двухфазную жидкость для макияжа, или просто с водой, но самое главное, чтобы вы полностью удалили остатки подводки перед ее нанесением, потому что если кисточка будет не идеально чистой, она не будет такой подвижной, эластичной, и у вас попросту не получится такая красивая стрелка. Я убрала остатки, у меня это получилось очень быстро. Кстати, кисть, которая идет в комплекте, она очень удобная, и она предназначена именно для такой текстуры подводки. Я набираю подводки совсем немного, остатки я убираю у краешки баночки, для того, чтобы кисточка всегда у вас была остренькая. Начинаю прорисовку стрелки я с внешнего угла, создавая хвостик, очень мягко ложится. Когда продукт новый, это всегда очень приятно. Я уже вижу, что эта подводка очень вам понравится в использовании, потому что она ложится словно масло. Очень красивый цвет, и он, конечно же, гармонирует сегодня с моим костюмом. Я не зря так оделась, потому что я понимала, что я не устаю и захочу сделать макияж с новой гелевой подводкой в аметистовом оттенке. Я специально одела свои любимые украшения с аметистами для того, чтобы продемонстрировать вам подводку во всей красе. Кисточку я, когда прорисовываю уже стрелку, кладу как бы параллельно веку. Не рисую прям острием, а кладу ее параллельно веку. Тогда стрелка получается очень ровненькой, и этот процесс происходит очень быстро. Все боятся рисовать стрелку, кажется, что что-то не получится. Всегда нужно тренироваться и знать, что если где-то что-то не получилось, вы всегда можете взять ватную палочку и убрать остатки. Либо лучше взять зубочистку, намотать на нее немножечко ватки, чтобы тот край, который вы убираете, был не слишком смазанный. Естественно, я хочу нарисовать такую большую стрелку, чтобы вам на камеру был виден оттенок, и чтобы подводка стала одним из главных акцентов в моем макияже. Посмотрите, как красиво смотрится эта стрелка. Глаз сразу стал более выразительным. Мой зеленый оттенок глаз сразу же проявился. Мне очень нравится текстура этой подводки. Мне нравится, что она не матовая, а имеет кое-какие вкрапления, и это делает стрелку более объемной, и смотрится это намного игривее и интереснее. Я обязательно вам в конце продемонстрирую свочи этой подводки, для того, чтобы вы вблизи смогли рассмотреть текстуру и оттенок. Мне кажется, что такая стрелка – это идеальный вариант для осенних макияжей. Хвостик стрелки должен быть вздернут вверх, он должен быть тоненьким. Само тело стрелки должно быть более утолщенным. И во внутреннюю часть глаза стрелка должна уходить на нет. И я вам рекомендую именно эту внутреннюю часть подводки прорисовывать обязательно в открытом состоянии глаз. Тогда вы сможете полностью охватить свою форму глаз, и стрелка получится очень правильной формы. Эта подводка просто крутейшая. Я вам от души рекомендую, особенно если у вас, как и у меня, зеленые глаза или карие глаза. Это точно ваш выбор. Если вы обладательница серо-голубых глаз или, опять же, карие глаз, тогда все-таки выбирайте коричневую подводку. Она будет проявлять ваш цвет глаз очень круто. Ну и, как вы уже поняли, больше всего повезло обладательницам карие глаз, потому что карим глазом идут абсолютно все оттенки. На их фоне они смотрятся очень насыщенно и красиво. Коричневый цвет подводки карие глаза будет делать, если у вас более такой янтарный прозрачный оттенок, более прозрачными. А если у вас такой более выразительный, глубокий, прямо черно-карий цвет глаз, он будет смотреться еще более контрастнее по сравнению с более светлым оттенком подводки. Экспериментируйте, пробуйте. Я выбираю аметистовый оттенок. Это мой любимый цвет в макияже. И мне кажется, она мне очень идет. Тушь можно выбрать и аметистовую, можно выбрать и черную. Мне кажется, будет красиво в разных вариациях. Если я выберу аметистовую тушь, тогда мне нужно будет сделать такой очень нежный макияж губ. Но так как у меня сегодня мероприятие, собрание, и я одета в таком ярком костюме, на мне такая яркая алая блуза, естественно, я хочу сделать и красные губы. Тогда я выбираю черную тушь. Тушь я буду использовать сенсацию, как обычно, потому что мне она очень нравится для таких стойких макияжей. Мне сегодня не нужно перегружать макияж ресниц, потому что у меня хоть и праздничный, но все-таки деловой макияж. Поэтому тоже сенсация идеально подойдет. Она придаст пушистость и прокрасит очень хорошо реснички. Сразу же, когда появляется макияж ресниц, стрелка смотрится еще красивее. Я, наверное, могу сказать, что новая гелевая подводка это одна из моих самых любимых новинок после продуктов для бровей и контуринга лица, которые появились в новинках осени этого года. Очень классный продукт. Не пожалейте и сделайте себе такой подарок, потому что сразу же ваш макияж приобретет совершенно другой характер. Вот так, очень быстро у меня получился просто идеальный осенний макияж глаз. Теперь я должна выполнить макияж бровей. Как я вас уже учила в предыдущих видео, сначала я брови должна хорошо прочесать, придать им аккуратную, опрятную форму и только после этого делать макияж бровей. В принципе, я могу сделать макияж бровей только тинтом, самостоятельным продуктом. Но я все-таки придам немного бровям более графичную форму, потому что у меня же есть стрелка и мой макияж бровей должен соответствовать. Сегодня я выбираю оттенок Dark Blonde, более теплый оттенок, потому что я тонировала волосы в такой более золотистый пшеничный тон, поэтому макияж бровей мне тоже нужно выполнять в теплых оттенках. Этот карандаш настолько равномерно наносит продукт, что после нанесения его можно даже не растушевывать. Единственное, что я вам рекомендую, обязательно проходиться именно по верхней границе брови, чтобы она выглядела очень легко. И вообще эта кисточка, она такая удобная и приятная, что ею хочется пользоваться все время. Тинт для бровей я также выбрала в оттенке Dark Blonde. Он имеет более теплый подтон, нежели блонд, и мне это и нужно для того, чтобы объединить макияж бровей и оттенок волос. После макияжа бровей на лице появляется характер. Сразу же видно, что вы поработали над своим макияжем. Ваши брови ухоженные, красивые, и продукты для бровей, которые являются новинками этого квартала, просто ошеломительные. Я вам очень рекомендую обязательно приобрести эти новинки для того, чтобы делать трендовые макияжи. Теперь мне понадобится румяна сакура. Очень красивый осенний оттенок румян, который будет очень гармонично смотреться в моем сегодняшнем образе. Оттенок сакура я наношу на свои скулы, хорошо-хорошо растушевываю. Почему же я не делаю сейчас полную коррекцию именно новинками? Естественно, потому что у меня присутствует такой активный цветной акцент в виде аметистового пигмента, поэтому мне нужно, соответственно, делать весь макияж в этих оттенках. Единственное, что я могла нанести губную помаду или Эппл Берри или Скарлет Ред из гелевых помад, но я не захотела этого делать, потому что на самом деле вы не любите макияжи с темными помадами, несмотря на то, что я их очень люблю, вы мне всегда пишете, что помаду вы выбрали бы другую. Поэтому я взяла тот оттенок помады, который, по моему мнению, будет смотреться очень красиво, потому что девушка с красной помадой не может быть некрасива, если особенно эта красная помада где-то обыгрывается еще в аксессуарах или одежде. Очень красивый оттенок румян сакуры, посмотрите, какой он натуральный, просто потрясающий оттенок на осень. Этот оттенок это чайная роза. У меня они представлены в маленьком футлярчике, еще с момента поездки на семинар он также у меня лежит сформирован, некогда его разобрать, и мне всегда удобно, если честно, брать его с собой в дорогу. Теперь, естественно, мне нужно немного положить золото, ни один осенний макияж не может обойтись без золотинки. И я набираю оттенок глазурь и наношу его на все выступающие участки, все как обычно, вы все об этом знаете. И если вы все-таки захотите упустить этот шаг к нанесению хайлайтера, я вам рекомендую этого не делать, потому что у вас не получится такой настоящий трендовый макияж в стиле осени. Золотинка и сияние обязательно должны присутствовать на вашей коже. Перед тем, как наносить губную помаду, я проработаю губой, стиком для губ, потому что помада в красном цвете должна лежать на губах идеально. И стик для губ как раз обеспечивает эту идеальную текстуру. Я выбрала губную помаду Poppy Please. С одной стороны, это губная помада, это все-таки такой летний вариант, и на осенний-зимний период нужно выбирать губную помаду Red Smolder. Но у меня здесь такой именно яркий и коралловый батон присутствует в одежде, поэтому именно эта помада, она подойдет наилучшим образом. Poppy Please из коллекции матовых помад. Я уверена, что у многих из вас она есть. Если нет, то не ждите наступления лета, а попробуйте макияж с этой помадой уже сейчас. Я ее буду наносить кистью для губ и совсем таким тонким слоем без карандаша. Посмотрите, какой красивый макияж получился. Естественно, я вдохновлялась расцветкой своего костюма. И мне кажется, что у меня получилось просто идеальное сочетание. Очень красивая подводка, и я надеюсь, что я вас влюбила в нее, и вы захотели ее попробовать. Мне очень нравится то, что у меня получилось. Мне даже кажется, что это один из самых красивых макияжей, которые я делала за последнее время. Если вы тоже так считаете, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Мне очень хочется, чтобы вы позволяли себе больше, чтобы вы выглядели по-разному каждый день, чтобы вы всегда были лучше сегодня, чем вчера. Ну и, конечно же, я хочу завершить свой образ новым ароматом Love Firesly. Это реально осенняя Love Story. Мне этот аромат очень нравится, и я о нем вам расскажу в отдельном видео. Если у вас есть такая возможность, обязательно поживите с ним, нанесите его на себя, походите, и вы точно поймете, что этот аромат – это ваш лучший выбор этой осенью. Надеюсь, что видео вам понравилось, что вы повторите этот макияж, и вам обязательно будет в нем красиво. Надеюсь, что подводка гелевая появится у вас обязательно, потому что я очень хочу, чтобы вы тоже ощутили этот кайф такого красивого макияжа, как получился у меня. С вами была Светлана Бугела. Огромное спасибо, что смотрите, и пока!